Дневник за 21 февраля 2024 года. Ну, во-первых, запрет на ЛГБТ реализуется, конечно, самым идиотским способом, каким у нас обычно все запреты реализуются, а именно, выходят длиннющие списки книг, которые изымают там из всех библиотек, с продажей и так далее. Естественно, в состав этих книг входит Платон, он же у нас тоже же гомосексуалист, да? Достоевского что-то там нашли. Ну, а также классический Оскар Уальт, Бокаччо, Джованни Бокаччо его инквизиция запрещала, ну, вот теперь путинские тоже запрещают. Ну, там все, короче, Стефан Цвейк у нас запрещен, ну, Вирджиния Вульф, понятно, ладно, Хулио Картасар нам тоже теперь не нужен, Хороки Мураками, и это только литераторы. Там еще и философов много античных, там половина античных философов на эту тему высказывалась, так как у них это легально было. Ну, в общем, вот в расцвете путинской инквизиции непонятно, что они еще придумают и что они там запретят. Логика там их совершенно не ясна. Ну, и вот из социальных сетей статистика прекрасная, как у нас в постсоветской России развивалась. Число школ с 90-го года неизменно падало и упало теперь уже ниже числа церквей, а церкви у нас росли. Тут число церквей увеличилось, ну, что там, в пять раз примерно, да, в пять раз примерно, а число школ упало, ну, в полтора раза я сильно округляю. Число больниц тоже падает и почти в два раза сократилось, число поликлиник тоже, вот как у нас, значит, церкви нужны властям, а школы и поликлиники не нужны. Ну, и прошу обратить внимание, что это с 90-х, то есть даже когда были якобы либералы, они все равно навязывали, я помню, церковников. Я же в УЗИ учился в 90-е, там сплошное, это православие, все эти русские религиозные философы, полудурки, были, в философии изучали только какой-то бред мистический. Даже у нас сам преподаватель был советский, и то возмущался, что вот приходится эту всю хинею говорить, ну, вы говорите, ребята, извините, но вот такая у нас программа теперь, я понимаю, что чушь собачья. Вот, ну вот, Достоевский, там все это, никуда его не дели, все прекрасно знают, кто такой Достоевский, что это фашист, хуже Гитлера, по сути своей, консервативный, там и так далее, но я про него много уже говорил, продолжал считаться классиком все 90-е, и вот к этому и пришли. Напоминаю, что Демюрк не работает. Вот у нас еще для прикрытия, для интеллигенции распространяется информация какая, вот для прикрытия вот этого ужаса, что, дескать, ну вот какая разница, какая религия, надо быть терпимыми ко всем религиям, это некая такая культура, все равно какая, вот у нас православие, там у других ислам и так далее, все равно, так сказать, во что тут играть. Все равно какая религия и так далее. Так вот, не все равно, какая у тебя идеология, не все равно, так сказать, во что ты играешь, потому что одни вещи работают, а другие нет. И напоминаю, что Демюрк не работает, именно поэтому наука отказалась от гипотезы Демюрка. Еще раз, не все равно, что ты исповедуешь, потому что правда объективно существует, правда объективно лучше лжи, на лже никуда не уедешь, на правде, довсюду, так сказать, доедешь, довсюду там чишься. Вот та система взглядов, в которой нет Демюрка, но действуют законы природы, она работает, она является научной системой взглядов. Ни один путинский не садится в машину и говорит Демюрк, сделай так, чтобы машина поехала. Нет, он заправляет машину бензином, потому что работают законы природы, а Демюрк не работает, которому они поклоняются в этих церквях. Поэтому система взглядов, в которой есть законы природы, объективно верная, а система взглядов с Демюрком объективно неверная и не может истинно быть равна лжи. Для того, чтобы доказать существование Демюрка, он должен регулярно нарушать законы природы, в особенности, чтобы доказать, что какими-то обрядами на него воздействуют или входят в контакт с Демюрком Попы. Ничего этого не доказано, никогда не было. Попы рассказывают сказки, что это когда-то было, но непосредственно сейчас это не показывают, то есть доказательств у них нет. Объекты не работают на Демюрке, но работают на законах природы. Я говорю, это вам не детские игры. Вот молодежь часто думает, что все равно в какие игры играть. Вот у меня такая религия, у тебя сякая религия. Нет, потому что одна система взглядов работает, другая нет. Карма работает, творец не работает. Либо его нет, либо он умер. Вот эти две гипотезы проверяются. Либо его вообще нет и не было Творца, а просто само все возникает и гибнет циклически. Либо он был, но умер, потому что сейчас он не воздействует. А гипотеза про то, что есть какой-то реально действующий господин мира, который влияет, и вот которому якобы служат попы и так далее, она не работает, она не проверяется. Так что у мира нет начальника. И у нас, ребята, у нас нет начальников. Радуйтесь. Начальников нет, просто есть законы природы. Которые мы можем использовать в своих целях. Бояться какого-то начальника мира не надо. А вот законов природы бойтесь, так как они работают. Начальник на земле сочиняет деспота на небе, как говорил Бакунин. Вот, собственно, вся фишка. Остальное все там, как в этих церквях, какие-то махания руками, костюмированные представления, пафосные слова, средневековый театр, вокруг ничего. Потому что, ну, нет демюрга, как какой-то действующей силы. Ну, я допускаю, что, может быть, он был, но умер, максимум. Из фильмов, которые смотрел «Елки-10», ну, «Елки» сначала вроде как интересные были, какое-то, ну, хотя бы разные слои общества показывали. Ну, конечно, к современному периоду позднего путинизма выродились. Показана совершенно пустая, скучная жизнь российского среднего класса, точнее, вот та жизнь, которую через кино навязывают. Я бы за один день, насколько я бы помню, среди этих вымытых, одетых дураков с примитивным совершенно мышлением, социальным сознанием. Основной сюжет фильма «Единство диктатора Путина с народом». Дескать, народ через три рукопожатия может там о чем-то диктатора попросить, и он сделает в этом. Про Путина фильм под Новый год запустили. Ну, еще один новогодний, новогодний all-inclusive. Просто еще досматриваю, там вот пока качал, пока смотрел, все еще новогоднее, досмотрел вроде как все новогоднее. Новогодний all-inclusive, очередная российская, типа того, что комедия про Новый год, неестественные ситуации, бодрячок, все как обычно. В качестве единственных иностранцев, которые с нами Новый год отмечают, 24-й выступают китайцы. Обязательно же во всех этих фильмах были потешные иностранцы, вот теперь только китайцы остались, только они с нами отмечают Новый год, оказывается. При этом на фоне такого бодрячка, дескать, все-все хорошо, хотя 24-й год, уже второй год войны, все-все плохо, на самом деле. При этом постоянно какие-то скандалы, ругань, все какие-то психованные, от вот этого вот ля-ля-та-поля быстро срываются в ругань на пустом абсолютно месте. Ну, возможно, это реалистичное отражение семейной жизни россиян, слава богу, что у меня семейной жизни нет, ругаться мне не с кем, и это прекрасно. Карму портить. Фильм «Дождя», кто такой Игорь Стрелков-Диркин, это я по ютубу посмотрел. Ну, вот, кстати, действительно, где карма быстро сработала, вплоть до того, что свои покарали этого Гиркина. Вот уж тут можно посмотреть, что наблюдается такой закон, что делал зло, а потом свои же в тюрьму посадили. Ну, как говорится, слава богу, хоть его и нет. 5% фильм, вот такое впечатление, что Стоянов – любимый путинский актер. Сплошняком идут комедии про старых каких-то советских артистов со Стояновым в главной роли. В данном случае какой-то советский художник, у него творческий кризис, какие-то там махинации, опять очередная беззубая комедия, опять Стоянов, опять одни старики. Вот на путинское время на Брежневское походит сильно тем, что много кинокомедий совершенно пустых, вот так и при Брежневе было, говорили фильм ни о чем, со стариками, про стариков. Вот, видимо, обслуживают одного человека-диктатора. Вот как при Брежневе снимали про старых смешных людей, видимо, Брежневе нравилось. Вот и сейчас тоже, сейчас доминирует Стоянов в этих ролях. Ну, фильмов таких очень много, десятки, а просто вот один типовой выделил эти 5%, хоть более-менее там что-то живое, смешное. Так как я по хроникам делаю сейчас обзор 30-х годов, я читаю параллельно книгу Голдман «Террор и демократия». Это историческая книга про сталинские репрессии 30-х. Поэтому, видимо, я еще несколько впереди вот этих дневников, может быть, еще пару раз буду приводить цитаты. Ну, вот что она отмечает, или он, не знаю, Голдман, может быть, мужчина и женщина, что и отмечаются в книге в этой. Что вот при Гитлере хотя бы, понятно было, кого репрессировали. То есть, репрессировали евреев и левых при Гитлере. Допустим, если ты немец консервативных взглядов, тебе точно ничего при Гитлере не угрожало. А вот при Сталине могли вообще любого взять, кроме самого Сталина. Там просто не понимали, за что хватает. Вот ничего не было гарантии. Бывший меньшевик Вышинский был главным судьей, который всех судил. Хотя он вообще был, так сказать, врагом большевиков. А старых большевиков, самых там преданных Сталину, хватали и убивали, и публично заставляли каяться. Вообще, это такая российская манера репрессий вести. Потому что вот путинские репрессии с текущей отличаются тоже тем, что нет логики. Что хватает кого угодно, даже вот там Гиркина, такого сторонника, да, Кагарлицкого там, который слева прикрывал. То есть даже ближайших соратников, даже тех, кто там участвовал в этих операциях информационных, тоже могут хватать. Нет, все равно, в общем-то, кого не... Из любых социальных групп и так далее. Ну, понятно, что если кто-то выйдет на митинг против Путина, то вероятность ареста увеличится, но это не обязательно. Под это специально сделаны расплывчатые формировки законов, за которые потенциально можно что угодно, значит, взять. То есть любая там критика правительства может считаться, не знаю, там, дискредитацией армии, там, не знаю, подрывом основ государства и так далее. И может быть основанием, чтобы хотя бы инагентам объявили. Вот, а критику вообще можно где угодно идти. Я говорю, даже у сторонники правительства попадают под репрессию. Логики нет. И этим напоминает Сталинский. Видимо, это традиция вот тех органов, которые такой власти и остаются. Ну, конкретно по 30-м, вот факты страшные. Значит, к концу 32-го года цены в госмагазинах вдвое выросли, а спекулянтов 16 раз. И причем именно вот отрасли промышленности, которые бурно развивались, типа текстильной, они особенно испытывали недостаток. Ну, получи у металлурга было. Ну, вот, допустим, работница текстильной фабрики Красная Талка говорит, три дня стояла за хлебом, не могла получить, живу в общежитии, дети выбегают в коридор, вырывают хлеб у всех и так далее. Сбор зерна был высокий, но государство, даже этот, семенной-то фонд изъяло же оно. Почему голод был в 30-м, 32-х годах? Урожаи были хорошие, так они забрали то зерно, которое для посевов даже в 31-м году. Вот такая у нас коллективизация, так у нас колхозы осчастливили, собрали всех колхоз и забрали там семяное зерно большевики в 31-м году. Продали за границу, чтобы им получить золото, купить станки на индустриализацию. И поэтому 32-й, 33-й голод был, естественно, не только у крестьян, но и у тех же самых этих рабочих, которыми строили предприятия. Карточки давали, так отоварить нельзя было. Ну, пишет автор этого исследования, что был конфликт между партией и непосредственными хозяйственниками. Вот непосредственно какой-нибудь директор завода, с него план требовали. Чтобы план выполнить, у нас, чтобы рабочие не разбежались, а они от голода у него разбежались или еле двигали ногами. Поэтому директора непосредственных заводов, они пытались всячески поднять зарплату как-нибудь прямо или косвенно. А партии я требовал от них, чтобы они зарплату снижали, чтобы цены не росли. Потому что они все равно не могли за эти деньги обеспечить. Если им зарплату большую рабочим дают, то потом поднимутся просто цены соответствующие. Товаров-то все равно нет. Но, с другой стороны, если им подняли зарплату, это хотя бы временно у них улучшало положение. Вот пока цены не повысились, они могли что-то купить себе. Поэтому все равно, короче, директора зарплату повышали, а партия с этим боролась. И так вот все 30-е продолжалось. И объективно все это работало на рост цен, конечно. При этом стоял полный хаос, как вот описывает этот автор, приводит конкретные ссылки из документов того времени. Стояла жуткая спекуляция, воровство. Иногда это помогало, но чаще всего все это спекуляция, воровство на самом деле еще больше ухудшало. То есть мало того, что хлеба нет, его еще и разворовали. Мало того, что в столовке одна там рыба и картошка, да и ту воруют. В 30-е вот в этом плане было примерно как гражданское. Ну вот еще рассказывает историю. Рабочий швейник Воронин получал маленькую зарплату. У него была жена и шесть детей. Профсоюзные активисты нашли их в холодном сыром подвале, опухшими от недоедания. Четыре дня семья ничего не ела, кроме собаки. И когда профсоюз туда зашел, они доели уже собаку и собирались с голоду умирать. Ну вот профсоюз устроил детей в ясли, где баланды кормили. Ну в принципе это конечно вопиющая история, которую там отразили в источниках, да, но в общем-то она часто случалась. Меню столовых, заводских состояло в основном из хлеба и баланды, как в тюрьме. Вот эти рабочие, которые создавали лучшие все эти сталинские заводы, они питались баландой тюремной. За этой баландой они стояли весь обеденный перерыв и могли даже не выстоять очередь и даже баланды не получить. Так вот голодными работать и умирать. Они были жутко грязными, никаких не было условий. Сплошь и рядом там в этой книжке рассказывается история, и даже сортиров вокруг этих заводов не строили. Они там ходили просто и срали во двор. Весь двор был завален говном какого-нибудь завода. Потому что даже сортиров не построили. Да понятно, что они там все перемазанные, вонючие, им даже жопу нечем было вытирать, да и есть нечего. И вот эти люди работали и создавали эту великую всю сталинскую промышленность. Полуголодные. Но в таких условиях они еще все время увольнялись. Была высокая текучесть кадров. В конце 30-х, по-моему, Сталин будет прикреплять к заводам. На практике они бегали все рабочие. Потому что то в одном месте немножко повысит или что-нибудь там еду какую-нибудь выкинут, они все туда перебегут и так далее. Старые рабочие, которые совершили революцию, больше всех и проиграли. Во-первых, поменялись условия производства, они на новых станках работать не умели. Во-вторых, у них сильно понизился уровень, потому что старые рабочие при царе получали ого-го, как они примерно на уровне были среднего класса. А вот сейчас они стали все нищие рабочие практически на уровне зэков. И старые в том числе. Да еще их все время пинали, подозревали во вредительстве, что они раньше хорошо жили, наверное, они вредители. Но я уж молчу про техническую интеллигенцию, как мой прадед, который уж точно там все были вредители в глазах начальства, хотя других специалистов у них вообще не было. В качестве других специалистов они вот продавали хлеб, такой, что умирала с голоду вся Украина, и закупали специалистов там американских, немецких. Вот они, значит, не шпионы, не вредители были у этой власти. А наши были все сплошь вредители. Ну вот его в Украине, в известной. Понятно, что был голод среди крестьян. Вот как описывается, допустим, живая история. Я говорю, дальше книжку почитаю, еще, может, какие-нибудь истории выпишу. На заводе Петровского в Украине это черноземы с лучшей в мире. Значит, стоят голодающие крестьяне, готовые на все ради еды. Доктор описывает эту всю ситуацию, считает, что это какие-то раскулаченные, или это какие-то беспризорники. И вот эти вот крестьяне, они днем весь день стоят у заводских работ, в ожидании заводских ворот, в ожидании работы. Им предлагают работу чернорабочих, грузчиков. Ночью они врываются в горячие цеха, в столовые, в пустые цеха, врываются ночью, цех не работает. Вот эти вот голодные крестьяне, весь день не ели, врываются в цеха и ночуют там на полу, на столах. Бездомные, плохо одетые, умирали с голоду, и вот доктор этот завода все время их хоронил. Вот такая вот история, то, что у нас творилось в индустриализацию. Ну и позже еще и про интеллигенцию поговорим. В общем, материалы из этой книжки я еще буду, видимо, комментировать в следующих дневниках.